22 июня ровно в 4 часа 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней. И эти дни мы никогда не забудем. Это были годы лишения, горя, тяжелого труда. 80 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война. 80 лет прошло с тех пор, как наши отцы и деды ушли на фронт. Трагическую дату отмечают сегодня в нашей стране и на территории городского округа Пушкинский. На митинге возле мемориала «Скорбящая мать» присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса и члены общественных организаций. Для меня, особенно для Клюева Бориса Федоровича, это день памяти о моих родных и близких, кто не вернулся с фронта. У меня много дядюшек не пришло. У меня мама блокадница, отец летчик сбитый над Берлином, но спасся. Ну а как председатель Совета ветеранов для меня этот день особый. Потому что, вспоминаясь 10 лет назад, когда мы собирали столько ветеранов, чтобы вспомнить этот день, их очень много. Сейчас, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом и аномальной жарой митинг прошел по сокращенной программе, без лишних слов. Погибших почтили минуты молчания, после возложили цветы. Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронили, хоть на смерть стоял. А в поселке Лесные поляна митинг прошел возле мемориала павших воинов-освободителей, где воспитанники летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Полянка», что на базе местной школы, читали стихи о войне. Кто нам ответит за те жизни? За тех людей, людей из стали. Кто под копытами фашизма погибали, но не отступали? Кто до последней капли крови рубеж отчизн защищали? Давайте вспомним добрым словом сынов, что смертью храбрых пали. В честь круглой даты ребята сделали бумажных голубей и зажгли свечи в форме числа 80. Если вдуматься более 20 миллионов жизней, вот это только нужно вдуматься в эти цифры. Вот сегодня работают поисковые отряды. Такой поисковый отряд во главе с Дмитрием Павловым работает и на территории, вернее, сформирован на территории Пушкинского района, а работают они по всей России. И они показывают свою работу в соцсетях. И вы все можете видеть, сколько до настоящего времени еще мы не знаем героев. Все новые и новые могилы. Митинги памяти прошли во многих поселках и микрорайонах округа. В преддверии праздника ветеранов собрали за чашкой чая в Совете ветеранов, чтобы еще раз помнить этот день. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Пушкинское телевидение.